Калужское шоссе на юге Москвы перекрыто. Дальше пускают только местных жителей и строительную технику. К блокированию дороги местные относятся с пониманием. Также надеются, что новый госпиталь поможет им решить и жизненно важные проблемы. Мы очень надеемся, что за счет того, что там своя вода будет, канализация, теплотрасса и газ ведут, очень надеемся, что в поселке Армейском построят дом. Лидии Алексеевне уже 82, она в группе Риска, поэтому и обязательная маска на лице. Женщина пытается защититься и от инфекции, и от пыли, которую поднимают грузовики. Новый инфекционный центр решили построить рядом с деревней Голохвастово, примерно в 50 километрах от Москвы. Больницу строят буквально в чистом поле. Работы ведутся круглосуточно. Возводят у нее около 2000 человек. Пока здесь лишь горы песка. Видно, что рабочие готовят площадку под будущие корпуса. Вместимость новой больницы составит 500 мест. Половину из них отдадут под реанимационное отделение. Кроме того, там разместятся приемный блок, лаборатория, детская, операционная и, в случае необходимости, родильное отделение. Строительство инфекционного центра в Новой Москве сравнивают с похожим проектом в китайском Ухане, где впервые был выявлен новый коронавирус. Больницу для лечения инфицированных там построили за 10 дней. В Москве всех с подозрением на коронавирус везут в новую инфекционную больницу. Находится она на юге столицы, в Коммунарке. Сдали ее совсем недавно. Во многих корпусах еще идут строительные работы. Между Коммунаркой и Голохвастово примерно 30 километров по Калужскому шоссе. Мобильный госпиталь станет дополнительным к стационару. Открыть его планируют в начале апреля.